Переселение украинских семей из пункта временного размещения в восточный район и края. Такую тему обсуждали первоначально на планерке в правительстве Ставрополья. На сегодняшний день на территории нашего края размещено более 6 тысяч вынужденных переселенцев с комфортными условиями проживания и предоставления работы. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в расселении граждан из пункта временного размещения, которые были созданы в наших коррекционных школах. И сейчас у нас ни в одной из коррекционных школ вишенца уже не осталось. «Важной темой в нашем крае остаётся вопрос по импортзамещению продуктов», отметил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров. Старопольский край по программе софинансирования рассчитывают в ближайшее время на увеличение федеральных средств. Это позволит в течение двух лет увеличить как минимум в несколько раз производство мяса, молока, овощей и фруктов. Затем перешли к другим темам. По-прежнему отрицательной остаётся ситуация по ландшафтным пожарам. На заседании отметили, что не только профилактика, а ответственность каждого землепользователя поможет избежать дальнейших возгораний. Владимир Владимиров подчеркнул, что если проблему не взять под личный контроль чиновников, то повторится подобная ситуация, произошедшая накануне в Александровском районе. В Александровском районе сгорело 8 километров лесополос. 60 лет создавали эти лесополосы, и сейчас за один год все спали. С главой отрабатываете, через органы прокуратуры, через милицию. Я хочу, чтобы этот землепользователь понёс наказание. И это для всех будет уроком. В правительстве Ставрополя обсудили ситуацию с больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами в сельских районах края. Все они нуждаются в капитальном ремонте. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров поручил ведомствам разработать краевую программу по восстановлению лечебных учреждений. На такой проект будет выделено полмиллиарда рублей.